Комфортабельное жилище с отличным видом на Средиземное море послужит идеальным укрытием от дождя. Так могла выглядеть реклама недвижимости у неандертальцев 100 тысяч лет назад. Добро пожаловать в странные и чудесные пещеры. Или нет? Конечно, в то время еще не было ни недвижимости, ни рекламы, не говоря уже о том, что неандертальцы не умели строить дома и часто жили в пещерах. Однако одна из этих пещер очень похожа на жилое здание. Она находится на высокой известняковой горе, которая называется Гибралтарская скала. Если бы у неандертальцев была экономика, пещеры в этой скале стоили бы кучу денег. Ее открыли еще в 1907 году, когда моряки заметили большую дыру в укрепленной скале. Долгие годы это место изучали ученые и нашли там следы пребывания неандертальцев. Они обнаружили в пещере древние орудия труда и кости животных. Но самое интересное, что в этой скале было найдено еще 4 пещеры. Ну просто настоящий жилой комплекс. Неандертальцы жили бок о бок с соседями и помогали друг другу охотиться и ловить рыбу. Они создавали украшения из перьев и рисовали на стенах. 100 тысяч лет назад в этих пещерах жили наши предки. А теперь первобытное прошлое неандертальцев тщательно изучают ученые. В конце 2021 года в одной из пещер археологи обнаружили щель, которая вела в неизвестный туннель. Они проползли через это отверстие и открыли новое пространство. Более 40 тысяч лет это место было скрыто от внешнего мира. И похоже, это была одна из самых престижных квартир во всем горном комплексе. В ней были высокие потолки с древними сталактитами. Разрушенные каменные занавески делили квартиру на несколько комнат, в которых нашли останки древних животных и царапины на стенах. Похоже, неандертальцы никогда там не жили, но часто посещали это место. Археологи нашли раковину улитки под названием собачий моллюск. Ее зачем-то принес туда один из неандертальцев. Но основными владельцами этого места были гиены. Эти пещеры показывают, что неандертальцы были ближе к людям, чем к обезьянам. У них был определенный образ жизни и обычаи. Впереди еще много работы, и ученые надеются найти в этой скале новые помещения. В 2003 году археологи обнаружили еще одно древнее жилище на острове Флорес в Индонезии. Посреди зеленых джунглей была найдена пещера с древними орудиями труда. Сначала все думали, что там жили предки людей. Но затем ученые обнаружили необычный скелет взрослого человека. Анализ показал, что скелет принадлежал 30-летней женщине ростом метр. Это чуть выше талии среднего взрослого человека. Вес женщины соответствовал весу взрослой овчарки. Скелет не принадлежал ни неандертальцам, ни австралопитекам. Это был новый неизвестный вид, который ученые назвали «человек-флоресский» или просто «хоббит». А еще в пещере были найдены останки необычных древних животных. Там был слон размером с корову, большие аисты и гигантские крысы. Археологи выяснили, что хоббиты не были хозяевами этого места. Там жили крысы размером с кошку. Может быть, они сражались с хоббитами? Исследования показали, что человек-флоресский не был нашим прямым предком. Он находился в отдельной ветве эволюции. Скелет хоббита был больше похож на скелет обезьяны, чем на скелет человека. В 2009 году в густых джунглях Вьетнама археологи обнаружили Шон Донг – самую большую пещеру в мире. Если войти в пещеру и крикнуть, то эхо будет раздаваться еще очень долго. В некоторых местах высота этой пещеры достигает половины высоты Эмпайр Стейт Билдинг, а общая площадь больше, чем центральный квартал Нью-Йорка. Шон Донг – одна из трех пещер во вьетнамских джунглях. И эти пещеры соединяют много запутанных лабиринтов. Внутри можно найти уникальные растения и деревья, которые живут отдельно от внешнего мира. Это настоящие подземные джунгли. В некоторых местах через обрушенный потолок проходит солнечный свет. Кроме деревьев и растений, там есть древние сталактиты. Некоторым отложениям известняка более 450 миллионов лет. Они были там еще до появления динозавров. А еще в пещере много рек. Их образовала дождевая вода, стекающая из отверстий в потолке. Быстрые ручьи напоминают горки в аквапарке. Они ведут в неизвестные подземные лабиринты. Пока изучена лишь небольшая часть этих пещер. Еще одна необычная пещера находится в Новой Зеландии. В ней живут сотни тысяч светлячков, которые освещают пещеру синим светом. В пещере кажется, что вы находитесь на другой планете. Но там нельзя задерживаться надолго. Специальные приборы измерения воздуха отслеживают уровень углекислого газа, необходимого для нормального существования светлячков. Они чувствительны к окружающей среде. Если в пещеру приходит много людей или они находятся там слишком долго, сотрудники парка просят их покинуть это место. Иначе это кража кислорода у светлячков. Пока мы с вами исследовали лишь удивительные пещеры. А хотите увидеть нечто страшное? Итак, мы едем в пустыню Йеменской провинции Эль-Махра. Мы ищем не пещеру, а черную дуру в земле прямо посреди пустыни. Она большая, размером с баскетбольную площадку. Но пугает не ее размер, а то, что находится внутри. Ученые до сих пор не знают, что это. Из глубины черной бездны постоянно исходит отвратительный запах тухлых яиц. А иногда там раздаются странные пугающие звуки. Чернота гигантской дыры в Йемене поглощает всесолнечные лучи, так что вы не увидите, что там находится даже с помощью мощного фонарика. Над этим местом летали на вертолетах, снимали с помощью дронов и самых мощных объективов, но не увидели ничего, кроме темноты. Это выглядит как большое чернильное пятно посреди золотого песка. Местные жители боятся приближаться к этому месту. Они верят, что пещера ведет в другое измерение, где живут злые существа. Гигантская дыра в Йемене является одним из самых малоизученных и загадочных явлений природы. Как она возникла? Сколько ей лет? Куда она ведет? Ученые пытаются найти ответы на эти вопросы. Есть теория, что дыра появилась из-за строительных работ. Геологи бурили рядом почву в поисках полезных ископаемых, что могло вызвать колебания земной коры и обрушение поверхности. Но никаких доказательств пока нет. Представьте себе место, куда солнечный свет не проникал уже более пяти миллионов лет. Там мало кислорода, холодно и сыро, но есть жизнь. И не только микробы и бактерии, но и нечто большее. Условия в этой пещере сильно отличаются от обычных, так что в каком-то смысле она похожа на другую планету. Это пещера Мовили на юго-востоке Румынии, недалеко от Черного моря. Вход представляет собой небольшое отверстие в земле, которое уходит глубоко под поверхность. Уровни сероводорода и углекислого газа в пещере выше нормы, а кислорода в два раза меньше, чем на поверхности. Люди не могут находиться там без кислородной маски. Но существа, которые там живут, могут. В пещере обитает 48 видов живых организмов. 33 из них неизвестны. Там можно встретить необычных насекомых, белых улиток и белых пауков, многоножек с огромными усами, прозрачных креветок и уникальные виды пиявок. Все они живут в пещере благодаря маленьким бактериям – автотрофам. Они поглощают углекислый газ и выделяют частицы пищи. Другие, более крупные организмы питаются этими бактериями. А более крупные организмы поедают маленьких. В конце концов, все получают еду. В этой пещере эволюция создала биосистему, отдельную от всего остального мира. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...